Всем привет, ребята! С вами снова я, Компот. Вы не представляете, вот каждый день я что-то новое нахожу, и сегодня не исключение. Знали бы вы, знали бы вы! Да вы всё сейчас и так узнаете, так что, ребят, не переживайте. Я вам сейчас всё подробно расскажу. По названию этого видео вы уже поняли, что сегодня, ребятки, я лазил на своём YouTube-канале, придумывал новые идеи, смотрел свои старые видео, и тут я кое-что нашёл. Ребята, я нашёл своё секретное видео на канале, которое не видел никто. Вот реально, его никто не видел, и я сначала даже не понял, что это за видео, а потом, как понял, и срочно включил камеру. В общем-то, ребята, вы, надеюсь, готовы, мы перемещаемся. О-о-о, вот оно, ребята, вот оно. Секретное видео про Майнкрафт. Один просмотр, видео загрузил я для Компота. Ну чё, ребят, вы готовы его прямо сейчас посмотреть? Потому что я отчасти помню, что там должно быть, или... Так, погодите, давайте-ка посмотрим. Наушники уже при мне, вот так вот, и я готов смотреть. Смотрите, ребята, видео в ограниченном доступе. Секретное видео про Майнкрафт. Дата загрузки 14 февраля 2018 года. Ну ладно, всё-таки это видео, как гласит описание, для Компота, и никто его не должен увидеть, правильно? Ну и лайков, ахаха. Как, как такое? Ну давайте я хоть сам себе поставлю лайк. Ладно, не, всё, мы сам себе лайки не ставим. Ребятки, погнали, посмотрим. Начинаем смотреть это видео. Привет. Добро пожаловать на это видео. В принципе, перед кем я приветствуюсь. Это же видео для тебя, для тебя Компот. Ну, как для меня. Для меня ещё там, ну, подумаешь, для 10 миллионов человек, которые сейчас могут посмотреть это видео. Ох, Компот, Компот. Сейчас мы узнаем твои тайны. Кстати, а чё я не понял, это так плохо всё? Почему такое ужасное качество? Посмотрите на это, ребятки, всё в пикселях. И звук такой же. Ладно, хорошо, окей, это не важно. Дадим скидку в 2018 год. Я не знаю, в каком ты году посмотришь это видео, потому что сейчас у нас на дворе 2018 год. Вот, в принципе, на канале всё хорошо. Я снимаю ролики, продолжаю. Надеюсь, что ты не забросишь свой канал. Ну, как сказать. Я не то, чтобы не забросил свой канал. Я с 2018 года по сей день, по сей час, каждый день выпускал по одному видео. Ни одного дня не пропустил. Ни одного. Каждый день ролики. И они так и будут продолжать выходить, поэтому смотрите мой канал. Я сейчас нахожусь в деревне жителей, ну, в своей номер 13, которая. И извиняюсь, что как бы маленькая прорисовка. Лучше извинись за то, что так мудрно. Я сейчас усну. У меня потому что компьютер не особо мощный. Играю вот как могу. Сегодня я хочу, не знаю, сделать такую небольшую капсулу времени для тебя, компот. То есть для себя, как бы, в будущем. Кажется, я начинаю вспоминать, ребят. Сейчас вы тоже всё узнаете. И посмотреть потом, как я её откопаю. Специально, чтобы не забыть, я записываю этот ролик. Надеюсь, я не забуду. Я уже всё подготовил. Тут у меня всё для того, чтобы построить непосредственно эту капсулу. Буду строить её недалеко от деревни. Также у меня есть рюкзак, но я специально не буду его показывать. А вот потом уже посмотрю через много-много лет. Или сколько там пройдёт, я не знаю. Как так, я не понял. Не хотел посмотреть, узнать. Ну ладно, ребят, ничего страшного. У меня сохранилась эта... У меня сохранилась эта сборка. У меня сохранился этот мир. В принципе, я на нём раньше и снимал свои ролики. Поэтому, ребята, сегодня мы заценим это. Главное реально не забыть, а то, знаете, я еле забывчивый. Так, ладно, хорошо. Мне прямо сейчас это нужно всё себе забрать. Также нужно забрать вот этот вот сундук с собой. И пойду я куда-нибудь в ту сторону, наверное, там и закопаю свою капсулу времени для самого себя. Так, погодите. Это относительно деревни. То есть, если вот тут деревня... Там... То есть... Туда куда-то. Так, минуточку. Так, ну я думаю, короче, вот это вот место будет нормально. Слушайте, я не помню, я показал свои координаты или нет. Надеюсь, что да, потому что иначе я не найду эту капсулу. Она не так далеко от деревни. В принципе, вот тут уже можно начать строить. А где ты её строишь? Зачем? Почему ты не показал? Куда ты идёшь? На два блока вниз. А сверху я сделаю вот такую вот, не знаю, как это сказать, арку что ли, небольшую из каменного кирпича. Мы тебя поняли. Наверное, вот так вот. А вот тут вот у меня будут стоять двери вот с такими красивыми текстурками. Вот, типа, двери компота. Типа, такая ячейка для компота. Нужно это потом ещё всё спрятать, как-то замаскировать. Но пока что вроде и так не особо заметно. Коровка, чё ты тут ходишь? Уходи давай отсюда. Это чисто для компота и больше ни для кого. Вроде всё готово. Посадил немножечко ещё травы сюда. Ну, чтобы не видно, как говорится, было. Слушай, ну вообще, в принципе, не видно. Посмотрите на это. Вообще, чё тут стоит? Вообще, никакого интереса. Всего лишь-то ярко-красная дверь, ярко-голубая дверь, подумаешь. Вроде нормально. Тут немножко посадил, в округе поменял. Так, значит, координаты. О! Вот, в принципе... О! 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 Сто тридцать шестьдесят три минус сто восемьдесят один. Они у нас и координаты. Пожалуйста, компот, можешь по ним приходить. Теперь нужно вернуться в деревню. Надеюсь, компот из будущего не забьёт на это видео. Так, ладно, выключить. Так. Компот из будущего не забил на это видео. Прямо сейчас мы отправляемся на эту сборку Майнкрафта. Так, ребята, буквально с минуты на минуту я уже поменяю сборку на старую. Да, просто дело в том, что как бы я уже тысячу раз переместился на новую версию Майнкрафта. Это довольно-таки старая уже. Та-дам, ребята! Я здесь! Посмотрите, я на этом же месте, где и закончил то самое видео. Вот он я, Роман Компот, самый настоящий на старой сборке. И, блин, кстати, я сюда не заходил с тех пор, как поменял компьютер, представляете? И теперь я могу сделать вот так. Дальность прорисовочки мы поставим хоть да на тридцать два. Ну, ладно, не буду. На двенадцать нормально себе вполне. Тут жители, жители давно не виделись. Так, ладно, ребята, теперь нам нужно будет с вами найти эти координаты. Сейчас я нахожусь на координате сто шестнадцать шестьдесят семь тринадцать. Я понял, хорошо, идти нам нужно в ту сторону, ладно, но я бы для начала взял немного еды с огородов. Фиг знает, сколько там идти нужно, в принципе, не так далеко по координатам вообще. Я думаю, вот такого количества моркови мне вполне хватит. Поэтому погнали прямо сейчас в эту сторону, и да, я всё верно иду, всё правильно. Блин, капец, какая старая версия Майнкрафта, у меня ещё так приближение неудобно работает здесь, господи. Ладно, хорошо, тут ещё, кстати, спринта нету. Я пытаюсь два раза, типа, разбежаться, понял, чтобы быстро, а он всё равно медленно идёт. Ох уж эти старые версии. Ну ладно, ничего страшного, погнали на эти координаты, ребятки. Мы посмотрели это секретное видео. Ребят, вы это видите? Просто случайно мне бросилось в глаза это. Минуточку, давайте-ка подойдём туда поближе. Это, случайно, не то ли место? Судя по координатам, ребят, я уже очень близко. Вот прям очень-очень, от слова совсем, я уже практически рядом. Так, минуточку куда-то сюда. Да, ребята, да! У меня просто издалека двери не прогрузились. Офигеть, ребята. Ё-моё. Это же то самое место из моего секретного видео. Посмотрите, оно всё уже заросло травой. Я сюда посадил одинарную траву, вот тут уже выросла двойная, высокая. Давайте это всё расчистим. Смотрите, лианами всё покрылось. Капец! Это очень старое местечко, ребятки! Очень! Смотрите, радужная семечка. Ну ладно, она нам не нужна. Давайте зайдём, ребятки, и посмотрим, что же всё-таки я спрятал для себя из будущего. Вот он я из будущего. Современный роман-компот, пожалуйста. Открываем дверцы, и ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту... Не понял. А чё тут за фигня такая? Почему тупик? Я чё, для себя тупик что ли оставил, или чё? Э, может какие-то тайные двери, тайные штуки какие-нибудь? Ну не-не-не, зная себя, раньше у меня очень хайповала рубрика «Тайные проходы в Майнкрафте». У меня даже есть целый плейлист, можете его посмотреть. И там, ребята, я делал всякие такие секретные двери потайны. Тут 100% секретная дверь, я себя знаю, ребятки Только вопрос, где и как Ага, понял Смотрите, то есть я сюда ставлю факел и дверь как бы открывается Или что? А-а-а! Господи, это факел и рычаг Это факел и рычаг, ребята Ёшки-матрёшки Мне даже жарко стало, вау А тут паркур, я там дальше вижу опять дверь Острик, а тут приближать Вон, там дальше опять дверь, ребята, и мы до них обязательно дойдём Ё-моё, ну только давайте, хотя нет, за собой закрывать не буду А то кирки у меня совсем, ребятки, нету Так, что ж, я уже не помню, как я строил этот паркур По-моему, я сам чуть в пару раз в лаву не упал Так, ладно, ну паркур, в принципе, вообще лёгкий Вообще, как бы, на изи, не понимаю, зачем я такой простой построил Вход только для компота Ну, я надеюсь, ничего страшного, если со мной сидят 10 миллионов человек Так, ладно, ребят, давайте заходим И что мы тут видим, и... Воу! Я ожидал чего-то огромного, чего-то гигантского А тут две камеры, горстка изумрудных блоков Это, кстати, неплохо И сундучок, ну чё, ребята, давайте заглянем Что же тут находится, и... Воу! Офигеть, я кажется, начинаю Вспоминать, что это за предметы все, ребята Тут ничего просто так не лежит, это важные предметы Ё-моё, как так? Так, погодите, тут ещё есть книга От К для К, но я так понимаю, это от компота Для компота сокращённый, я помню, как я сокращал это Давайте откроем и почитаем её Привет, компот Это я, компот Привет, я тоже компот Пишу тебе записку в будущее Спасибо большое, а я из будущего её читаю Сейчас на канале 200 тысяч... Сколько? Погодите, я не ослышался? Сейчас на канале 200 тысяч подписчиков Четыре года, ребятки Прошло И мы за эти четыре года Собрали 10 миллионов подписчиков Это как? Мне кажется, мы один из самых быстро растущих каналов вообще Ну, это так, знаете, похвалил себя Ладно, хорошо Я немного в шоке, когда смотрю В цифры в прошлом Ладно Интересно, сможешь ли ты набрать миллион? Ну, нет, наверное Наверное, нет Ну чё, миллион подписчиков Это тяжело набрать, да Чувак, у нас 10 миллионов 10 миллионов Мне кажется, миллион человек только ролика тут посмотрят А то и больше Ох, ладно, давайте читать дальше Я решил положить тебе предметы на будущее Чтобы ты посмотрел их и тебе стало приятно Ибо, скорее всего, ты уже играешь на новой версии Майнкрафта И да, это абсолютная правда Чтобы не забыть, я запишу это на видео, загружу на канал Ну, в принципе, видео мы только что с вами посмотрели Блин, слушайте, ребят, вот на будущее вам говорю Записывайте сейчас себе послание Вот реально пригодится Меня упомяните там, пожалуйста Скажите, что вам компот это посоветовал сделать Прикиньте, вот реально, вот вы сейчас запишите себе послание А потом через несколько лет откроете его и офигеете Ну что ж, ребята, я вспомнил, что это за все предметы такие И эти предметы все не просто так Дело в том, что раньше в 2018 году Моими самыми популярными рубриками были такие как Страшилки в Майнкрафте И тут всё, ребятки, про страшилки Рубрика ещё до этого была у меня вода и лава в Майнкрафте Тут тоже это есть С лаки-блоками я любил очень снимать Это была одна из моих лично любимых рубрик Поэтому они тут тоже есть И машина времени, ребята Легендарная машина времени Ну и радужные предметы Блин, я с ними очень давно уже не снимал ролики Например, радужная кирка Блин, какая она офигенная Она так быстро копает И у меня теперь... Воу, халявные 45 изумрудов А то у меня как раз 16 оставалось Ну и мотыга радужная Ну куда без мотыги Я же всё-таки деревенский фермер Так, ладно, давайте я прямо сейчас заберу все предметы в инвентарь И попробую выйти прямо сейчас снаружи Главное не упасть в этом паркуре Так, ребята, всё, выбрался прямо сейчас снаружи Давайте посмотрим, что всё это такое Ну, ребят, давайте, пожалуй, начнём с моей рубрики Лава и вода, которая у меня была раньше И смотрите, что можно было сделать Мы просто берём И вот таким вот образом ставим этот лавовый блок Например, сюда Потом я кликаю по нему палочкой И тадам! Разливается просто огромное озеро лавы Смотрите, ребят, тут всё затопило лавой Абсолютно всё Просто трэш, просто жесть Но это ещё не всё Ведь у нас есть блок воды, ребятки Мы можем с помощью него поменять ситуацию Я просто могу вот так вот нажать И... Копа-та-дам! И всё, ребятки, резко потушилось водой Смотрите, всё превратилось в булыжник и обсидиан Блин, тема, конечно, прикольная Но тут чё-то трэш какой-то устроил Так, смотрите Лаки-блоки Лаки-блоки Это была одна из моих любимых рубрик И смотрите Тут у нас есть лаки-блок обычный Давайте я его сломаю И... Палка Палка Это весело Палка Это, конечно, круто Но давайте откроем реально крутой лаки-блок Это вэри лаки-блок На удачу плюс 800 Открываем и... Удочка Просто удочка А, кстати, это не просто удочка Это какая-то крутая удочка И давайте попробуем чё-нибудь поймать Ладно, мне чё-то скучно стало И давайте теперь посмотрим Самый невезучий лаки-блок Открываем и что? Как так? Так, ребят, извиняюсь за технический перерыв Меня тут бабахнуло Ну, ничего страшного Я всё взял с собой И давайте теперь перейдём к мотыге радужной Вот такая вот крутая мотыга Блин, слушайте Я, наверное, ей буду продолжать пользоваться Жалко, конечно, что это старая версия Майнкрафта Но также, ребятки У меня есть кое-что страшненькое Это из страшилок! Ха, напугались Да ладно, не бойтесь, ребятки Это обычный декор Обычные декорации для страшилок в Майнкрафте Вот так вот это всё выглядит, ребятки Жутко Да, я раньше снимал страшилки Очень часто Почти каждый мой ролик был страшный на канале Ставь лайк, если помнишь страшилки Сейчас я, конечно, тоже их снимаю Но не так часто И вот такая вот штука Воу Чувак, ты чё на меня смотришь? Чё, совсем офигел, что ли? Давай, лежи там в своём ящике Сейчас её надо закрыть А, нифига не закроется Ладно, лежи тут своими друзьями Обсуждайте Не знаю, правда, что там Скелеты эти могут обсуждать Но погодите, машина Я всем про неё забыл Та-дам Ребята, ребята, ребята Это машина времени Да, я знаю, что вы её привыкли видеть Такой синей будкой Как у меня обычно в роликах Но, ребятки Это новая модификация машины времени Я про неё тоже снимал ролик у себя на канале Блин, и выглядит она просто топово Жалко, я сейчас не могу переместиться Потому что такого топлива Который нужен для этой машины времени У меня сейчас нет И добыть его будет очень тяжело Блин, и по сути я же все предметы оттуда забрал Верно? По-моему, да По-моему, все Блин, как всё круто Как всё детализировано Я помню, как я на ней телепортировался Что ж, ребята Сегодня я нашёл самое странное Самое секретное и тайное видео На своём канале И посмотрел его вместе с вами Я думаю, это видео уже не актуально Потому что я открыл уже эту капсулу времени И его, в принципе, спокойно можно удалить Ну, а, ребят, я с вами прощаюсь Не забудьте записать себе точно такое же видео Что-нибудь спрятать себя на будущее Всем удачи, ребят Всем спасибо Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok